Дамы, всем доброе утро! Я Лада Христенко, мастер лоскутных идеял. Сегодня у нас четверг, 110-й лоскутный эфир, и мы с вами продолжаем тему шитья новогодних лоскутных открыток. В прошлом эфире я вам рассказывала о том, как шить лоскутный клач из кромок. Точнее, я вам не рассказывала, а рассказывала, как это можно шить, и отправила вас либо в 30-й лоскутный эфир, либо на платформу Академии лоскутного шитья, где я вам на 2 месяца открыла бесплатно доступ к курсу шитья этого клача. Ну, вопрос о кромках. Вообще, впервые, вот идея кромок, ну, они очень красивые, они хорошего качества, и их надо использовать. Поскольку я шью много, у меня этих кромок, конечно, вагон еще. У меня собираются вот целые такие корзинки вот этих кромочек, как бы. И эти кромки бывают двух типов. Первые кромки – это там, где есть надпись, они вот такие светлые. И есть еще кромки окрашенных цвета ткани, это кромочка с другой стороны ткани. Вот их так много. Если кромок нет, вы можете использовать просто сложенные вдвое полоски ткани, вот так, допустим, да. И они тоже обладают, ну, такими свойствами – твердостью кромок. Что мы сделаем сегодня? Сегодня я покажу вам, как сшить лоскутную открытку с использованием кромок и центрального рисунка. И вот буду показывать я вам на большой открытке. Если вы помните, это открыточка… Нет, давайте я вам покажу, знаете, на какой… Нет, давайте на большой. Все-таки на большой покажу. Это 12 на 23,5 см. Есть еще открыточки поменьше. Вот смотрите, вот такого формата. Вот, сейчас я вам покажу прямо вот так вот. Это открыточки 103 на 19,5 см. Ну, грубо говоря, 10 на 20 см, так уж, чтобы совсем по-простому. Есть открыточки еще поменьше вот такого формата. Это 10,3 на 15 см. Ну, 10 на 15 см. И сегодня, смотрите, вот у меня рисунок, и он расположен вот так вот в открытке. Я сейчас вырежу, вот прямо сейчас при вас возьму ножницы. Ой, вот они. И вырежу ромбик. Вот смотрите, у меня получился вот такой квадратик. И сейчас я буду компоновать этот квадратик всяческими вот такими вот полосочками. Я вам сейчас покажу, как. Но прежде чем мы начнем это делать, обратите внимание, вот у меня открытка, да? Смотрите, вот сейчас я наложу ее на белое, чтобы вам было хорошо видно. И помните, я вам рассказывала про правила золотого сечения или правила третьей фотографии. У меня открытка разбита на третьей. Так вот, чтобы открытка смотрелась классно, не надо делать так, чтобы центр, вот этот вот квадратик, центр композиции был по центру. Открытка получится скучной. Самый оптимальный вариант расположить этот квадратик в первой трети. Вот смотрите, видите, у меня вот первая треть, и этот самый сноубордист, не горнолыжник, а сноубордист, он у меня вот по центру. Второй секрет хорошей лоскутной открытки, то, что рисунок в центре должен быть непременно ярким. Поскольку Новый год оптимально, чтобы он был красным. Под красный подходят вот такие сноубордисты, вот такие красные птички, если вы по центру поставите, тоже будут вполне соответствовать, так сказать, красному. Вот сейчас покажу вам. Вот такие рисуночки, вот как здесь, вот видите, такие вот на красных квадратиках всякие новогодние фентифлюшки, они тоже подходят как центр композиции. Но преимущество этой открытки в том, что вам не надо тратить много новогодней ткани, а вы можете использовать центр из новогодней ткани и кромки. Момент второй. Очень многие девушки, которые смотрят наш эфир, жалуются, что машинка у меня слишком громкая, и им недостаточно комфортно слушать лоскутный эфир. Комфортно не слушайте. Я нашью на основу кромки и покажу вам, что готово. Ну и расскажу, конечно, основной принцип, как пришивать. Ну и еще вы помните, что для формирования открытки мы используем лоскутный верх, мы используем прослойку. Помните, я говорила, что она может быть из дорогого полиэстера. Вот это полиэстер 320 с одной клеевой стороной. Очень удобно в работе. Если нет полиэстера, вы вполне можете использовать в качестве прослойки термостежку вот такую. Термостежка – это синтепон и баллонечка или тканечка с спайной вместе термическим способом. Ну и как рабочий вариант, помните, я вам рассказывала секрет половой тряпки, который продается за 23 рубля в соседнем хозяйственном магазине. В принципе, как прослойку вы можете использовать джинсовку, вот эту вот половую тряпку там и так далее, тому подобное. Задник. В качестве задника вы можете использовать куски каких-то старых тканей. Ну, в данном случае вот в нескольких фрагментах я вам показывала, что я использовала просто куски старой наволочки. Вот. Вот. Да? Ну, а если вы хотите сделать подарок, ну, прям вот подарок-подарок, вот, пожалуйста, есть всяческая ткань для петчворка, вот в данном случае со звездочками. И вот в этой открытке, допустим, я использовала красивую ткань со звездочками. Ну, вот просто вот хитовейшая подарочная открытка. Центр из полиэстера. Специальная ткань. Видите, здесь поверху свободно-ходовая машинная стежка. Вот замечательная, совершенно потрясающая открытка. Такой комплект. Прямо не стыдно подарить. Итак. Сейчас я перехожу укладываю сэндвич, перехожу на машинку и показываю вам, как пришивать кромки. Готовы? Поехали. Так. Лоскутная открытка из кромок. Этап 1. Мы с вами взяли кусок полиэстера. Полиэстер у меня с одной стороны клеевой, с другой стороны не клеевой. Они бывают двухсторонние клеевые, бывают вообще не клеевые. Ну, вот в данном случае клеевую сторону я оставляю для приклеивания задника. Я прикалываю горнолыжника к не клеевой стороне. Посмотрите, как я приколола. Во-первых, вот тут по центру первой трети у меня основной сюжет композиции. Во-вторых, я приколола, посмотрите, строго перпендикулярно иголкой к линии шва. Видите? Ну, и естественно, что открытку я вырезала по формату нашей с вами по шаблону. В данном случае это формат 12 сантиметров на 23 с половиной сантиметра. И сейчас я иду на машинку. Предварительно я выбрала кромки вот такие вот всякие разные. И начну кромочки пришивать. Смотрите, что я делаю в пришивании. Я расположила по центру наш квадрат. Посмотрите. И вот так вот, близко-близко, обычными прямыми строчками, посмотрите, у меня шов очень близко к краю кромочки идет. То есть кромочка обращена своим закрытым концом к центру. Видите? И по принципу русский квадрат или лог-кабин или изба. Лог-кабин или изба это техника называется. Русская изба как бы. Я вот так вот обкладываю плашечками весь наш с вами квадратик. Смотрите, что я делаю. Я пододвигаю поближе. Видно вам, да? Вот здесь вот у меня иголочка находится. Теперь я беру кромку. Ну, например, вот эту, да? И продолжаю обшивать своего снов-бадиста. Вот так накладываю хромочку. Смотрите. Вот так вот. КОНЕЦ КОНЕЦ И вот так близко-близко. Видите? Если вы в себя пока не уверены, не спешите. Пришивайте медленно. Здесь не нужно торопиться. Убираем все нитки, потому что они нам, конечно же, мешают. Ну, я сейчас завершу. Я закрою еще вот эти уголочки. После этого я обрежу. Обрежу. И буду накладывать задник. Так, смотрите, что я делаю. Вот у меня моя открыточка. Я ее поворачиваю. И при помощи ножа и линейки на мате я обрезаю ее ровно-ровно. Смотрите. Прямой угол. Почему я обращаю внимание на прямой угол? Потому что при настрачивании полосок в принципе ткань может повести в ту или в другую сторону. Кстати, вот здесь это хорошо видно. Видите? Вот здесь больше, чем вот здесь. Держу прямой угол. Так. И последний рывок. Ну-ка. Сейчас я себя еще проверю. Мне как-то вот здесь не нравится. Да. Чуть-чуть я скосила. Столько. Посмотрите. Я открыточку обрезала. Сейчас я пойду к утюгу. Сейчас я вам поставлю экран, чтобы вы видели все, что происходит. Посмотрите. Вот у меня гладильная доска. Я накладываю... Помните, что клевая сторона у меня вот эта? Я накладываю на задник открытки и делаю утюг вот так. У меня сейчас приклеится задничек к лицевой части. Есть разные способы, методы приклеивания. Вы просто должны прочитать инструкцию. Ну, допустим, к полиэстеру, да? Как приклеивать? Сухим утюгом, влажным. Полиэстеры разные, инструкции разные. Сейчас я приклеиваю. Ну, и параллельно я обрежу. Так. Посмотрите, что у меня получилось. У меня склеена лицевая часть и задник. И сейчас я этот задник снова обрежу. Теперь уже окончательно точно, чтобы у меня лицевая и задняя часть совпадали. Итак, обрезаем. Снова берем линеечку и уже с лицевой стороны вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... вот смотрите мы обрезали у нас все ровненько видно да у нас все ровненько у нас задничек вот такой красивый и все что сейчас осталось это открытку окантовать вопрос какого цвета должна быть окантовка окантовка по всей вероятности должна быть того же цвета что и цвета вот этого центрального квадрата у нас здесь парень в красной куртке под ним синий снег ну и где-то что-то сероватое в принципе поскольку это новый год то нам подойдет вот такая окантовка красная посмотрите видите то есть она делает открытку нарядной но как вариант сюда конечно подойдет и синяя и вот такая серовато синяя окантовка это на ваш выбор что сюда не надо делать сюда не надо делать зеленый потому что тут нет зеленого и скорее всего не надо делать желтый потому что тут нет желтого и так для окантовки мы с вами берем долевую бейку долевую это косая извините долевую сейчас я вам покажу шириной три с половиной сантиметра если длины бейки не хватает мою стачиваем как вы помните по косой вот так дети и вот этой долевой бейкой мы с вами обшиваем нашу открытку как обшивать я вам рассказывала но я знаю что вы настаиваете и сейчас я еще раз вам это покажу раз повторюсь вот наша открытка уже сделан задник он приклеим вот наша долевая бейка шириной три с половиной сантиметра длиной естественно равная примерно периметру открытки ну плюс допуск и если у нас не хватает длины вот этих бичек то мы их сшиваем по косой и так смотрите что я делаю мне понадобится открытка бейка и еще мне понадобится булавка в данном случае мне понадобится вот такая длинная булавка видите поехали откуда начинать совершенно все равно ну так видно меня хорошо прекрасно так сейчас я весь цвет направляю вот сюда первое я загибаю уголочек и прикладываю долевую бейку уже загнутым уголком припуск моей машинке 6 миллиметров припуск моей машинке 6 миллиметров поехали не доходя 6 миллиметров до края я вынимаю работу из-под иголки отворачиваю бейку сначала вправо закалываю затем влево и с припуском 6 миллиметров разравниваю шовчики вот так не спеша я пришиваю до следующего угла и останавливаюсь в 6 миллиметрах от края вынимаю работу из-под иглы и в закалываю поворачиваю влево и с припуском 6 миллиметров желательно разравнивая все вот эти вот складочки и уголочки я шью до этого остановилась 6 миллиметров от края повернула влево посмотрите теперь повернула вправо и с припуском 6 миллиметров я вкалываю иголку здесь меня тоже 6 миллиметров остановлюсь за 6 миллиметров отворачиваю посмотрите у меня вот одну линию должна образовывать бейка и вот край открытки а теперь мне нужно сделать так чтобы вот пришитая сверху бейка перекрывала миллиметра натрий ту бейку которая внизу так распрямляю шовчики уголочки смотрите что я делаю дохожу вот до сюда и обрезаю бейку наискосок убираю иголку посмотрите что у меня получилось я пришила с изнаночной стороны бейку сейчас я ее проглажу утюгом вот так вот здесь отверну на правую сторону утюгом вот так загнуть видите и пришлю точно так же как я пришивала кромки очень очень близко к краю видно меня на момент посмотрите пожалуйста как я заглаживаю углы посмотрите я загладила вот этот уголочек вот так видите и сейчас я заглажу следующую полоску соблюдая правильность заглаживания уголка вот так вот посмотрите я вот так пальцами вот здесь загнул и аккуратно аккуратно приглаживать угол посмотрите у меня получается почти идеально ровно видите вот этот уголочек вот и вот видите то же самое я делаю с другими уголками я заглаживаю всю эту линию при том что смотрите я делаю это сухим утюгом и только при необходимости фыркал паром и 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 У меня ровные углы. Я их вот так выкладываю. Посмотрите, ровный уголочек получил. Должен получиться. Вот прямо ровненький. Видите, остренький, красивый уголочек. И утюгом его выкладываю. Здесь то же самое. Я выложила ровненький уголочек. Посмотрите. Вот он у меня такой красавчик получился. Видите? Утюжком его. Так, этот уголочек проверяем. Ровненький он у меня. Так, ну-ка. Так, да, ровненький. И последний уголочек. Мы загладили открытку. И теперь осталось только дойти до швейной машины и пришить вот тут, вдоль этой линии. Когда мы пришиваем, обратите внимание, важный момент. Я поменяла нитку. Сделала нитку красной. Встаем. Обрезаем ниточку. Убираем ее. Направляем весь свет сюда. Видно вам? Должно быть видно. Смотрите. Вот у меня заглаженный уголок. Он сам укладывается ровно-ровно. Я повернулась. И продолжаю пришивать. Смотрите. Вот у меня выложился ровный уголочек. И продолжаем. Продолжаем. Иду вдоль, вдоль самого края. Посмотрите. Закладываю ровненький уголок. Посмотрите. Вот открытка готова. Парадокс состоит в том, что, чтобы креативное вы тут не сделали, ваш получатель будет оценивать качество открытки по качеству окантовки. Поэтому окантовка должна быть всегда сделана предельно ровно и предельно аккуратно. Если вы не можете обходиться прямым швом, вы можете сделать какой-то фигурный шов. Он вам даст чуть-чуть больше свободы. Но мой хороший совет. Тренируйтесь подшивать все-таки прямым швом. Потому что это более правильно. Ну и, наконец, уже не буду показывать. Конечно же, вам открыточку эту нужно отгладить. Самое лучшее, отгладить ее, отпарить со задней стороны при помощи влажной марли в два слоя или бязи как бы, и сухого утюга. И досушить сухим утюгом. В этом случае ваша открытка будет идеальной. После этого вы ее подпишите. После этого вы возьмете сшитый в предыдущем эфире лоскутный калач. У меня вот получился такой смешной калач с желтой жабой. Но, учитывая то, что тут горнолыжник, а тут желтая жаба, получилось прикольнейшее поздравление. Мы все это складываем. Так. И вот этот чудесный подарочек уже можно дарить своим знакомым, друзьям и коллегам. Ну, пожалуйста, не забудьте на задней стороне открытки написать пожелание вашему получателю. Итого, сегодня был 110-й лоскутный эфир. С вами была Лада Христенко, мастер лоскутных одеял, создатель и продюсер Академии лоскутного шестьяна. Всем удачного дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова